Из глубины веков пришел к нам великий ритуал преображения нити – ткачество. Это одно из древнейших человеческих ремесел. Ткачество – очень тяжелый процесс, требующий затраты большого количества сил и времени, помогает нам развивать в себе аккуратность, усидчивость, терпение, настойчивость, стремление преодолевать трудности. Предшествовало ткачеству плетение, где люди использовали траву, полоски кожи и жиложивотных. Первыми, кто преподавал уроки ткачества по представлению древних людей, были высшие божества. Есть в греческой мифологии древняя легенда о споре искусной мастерицы Арахны с величественной богиней Афиной. Родилась Арахна в семье простых людей. Мать ее умерла, когда Арахна была еще маленькой, а следом за ней умер и отец – красильщик тканей и дмон. Осталась Арахна одна, и чтобы заработать себе на жизнь, она ткала полотно и вышивала на нем красивые узоры. Такой искусной мастерицей стала Арахна, что скоро слава о ней пошла по всей Греции. Отовсюду шли люди в небогатый домик Арахны, чтобы посмотреть на ее удивительное искусство. До того были хороши полотна Арахны, что все стали называть ее ученицей великой богини Афины. Но Арахна знала, что на всем свете нет ей равных в мастерстве и вовсе не собиралась делиться славой с великой богиней. И вот однажды воскликнула гордая Арахна. «Пусть даже сама Афина приходит состязаться со мной, все равно не победите и меня». Услышала Афина эти горделивые слова. Под видом седой, сгорбленной старухи, явилась она перед Арахной и сказала ей, «О Арахна, Арахна, никогда не гордись тем, что дали тебе великие боги. Послушайся моего совета, Арахна, старайся лишь смертных превзойти своим искусством. И если ты сейчас попросишь у богини прощения за дерзкие слова, то она простит тебя». Но Арахна не послушалась мудрого совета. Она выпустила из рук тонкую пряжу и гневно воскликнула. «Не хочу я слушать твоих наставлений, неразумная старуха. Читай их другим, а меня же оставь в покое». Покраснела от гнева великая богиня. «Ну что ж, если эта гордая ткачиха не желает смириться перед великой богиней, то пусть она поплатится за свою гордость». И вот стали соперницы по разные стороны станка, натянули полотна и началось состязание. Все свое искусство вложила Арахна в эту работу, но все равно проиграла. Афина брызнула на Арахну зевьем ужасной богини Гекаты. И тотчас же голова ее вжалась, устые волосы отпали, тело стало совсем крохотным, а по бокам выросли тоненькие, изогнутые, поросшие жесткой шерсткой ножки. Обратилась в паука Арахна. С тех пор вечно висит паук Арахна на своей паутине и по-прежнему тянет нитку и ткет свое бесконечное полотно. Вот так поплатилась за свое высокомерие и хвастливость дочь Идмона, Арахна. Захотела она возвыситься над величественной Афиной, а превратилась в противного паука. Однако развитие от качества относится не только к Древней Греции, но и к Древней Руси. В некоторых старых деревенских домах и сейчас еще можно увидеть нарядные узорные полотенца, которые крестьяне украшают стены, красный угол, зеркала, портреты. Тканами-узорами отделывали женские передники, подолы и рукава-рубах, сарафаны, юбки. Особенно нарядную одежду надевали деревенские женщины на покос или весной на первый выгон скота. В такие дни зеленые луга словно расцветали ослепительно переливающимися красками узоров. Старые люди говорили, если лен не сгноен на земле, ему сто лет сносу нет. Основными нитками для полотенца служили льняные. Узорчатыми полотенцами в старину невеста одаривала жениха на свадьбе. На таком же богатом полотенце подносили хлеб-соль почетным гостям. Не менее нарядными были и скатерти, которые покрывали стол в праздники. Все эти вещи, как правило, ткали сами женщины на деревянных самодельных станках. Искусству узорного ткачества обучались с детства. Навыки передавались из поколения в поколение. Глубокую традицию эпического образа сохраняет северное узорное ткачество. В 70-е годы 20 века оно стало возрождаться в Архангельской области. Браные красные узоры на отбеленном холсте любимые украшения интерьера северных изб. В пасмурные дни серых северных зим и больших снегов они зажигают радостью, светом, потемневшие избы. По всей России вплоть до 20 века был распространен необычный способ делать пояса. Заправлять нитки в набор тонких деревянных дощечек и вращать их в зависимости от потребностей орнамента. Такие дощечки еще назывались топки или кружки. По-видимому, слово топки произошло оттопить, то есть это любые маленькие, легко сгорающие кусочки дерева. Со словом кружки все намного сложнее, потому что в России традиционно только квадратные дощечки. Однако существуют находки в виде плоских кругов с отверстиями. Но ткать на них тесьмо было бы слишком затруднительно. Такая версия до сих пор под большим вопросом. Более очевидно, что квадрат и ромб в традиционных ремеслах нередко воспринимались как круг. Или другое предположение. Кружки от слова «кружить», «вращать». Пояс – это полоса ткани, кожи или шнур различной длины и ширины, предназначенная для опоясывания одежды и, как правило, скрепляющаяся узлом, пряжкой или пуговицей. Название, собственно, русское. Так в словаре «дале» читаем пояс – отпаять, обнять, обвязка. Полоса вокруг чего-либо по-другому – опояска, подпояска, кушак. Пояс бытует с очень отдаленных времен, о чем есть убедительные археологические письменные свидетельства. В V веке до н.э. Геродот записал в Причерноморье скифскую генеалогическую легенду. Гератл оставил сыновьям в наследство пояс и лук. Только один сын – скиф – сумел натянуть этот лук, и наследство досталось ему – родоначальнику скифских царей. Образцы скифских поясов встречены археологами в погребениях и зафиксированы в памятниках изобразительного искусства. На всех скифских каменных статуях-памятниках умершим непременно изображен пояс с луком, булавой и кинжалом. В славянских курганах X-XIII веков находят узкие кожаные пояса с медной пряжкой. Пояс издревле являлся хранителем калиты, то есть кошелька. На поясе и за поясом носили оружие. Помимо кошелька и оружия к поясу прикреплялась грицала, нож и мешочек с табаком, а за пояс им щеки затыкали кнутовище бича или кнута. У женщин к поясу прикреплялся карман, в котором хранились ключи от кладовок и сундуков, и лакомства для детей. Поэтому со временем такой карман был назван «лакомка». Наконец, поясом подпоясывались просто для удержания тепла. Таким образом, у пояса очень давняя и богатая история. Для некоторых видов женской одежды, например, сарафана, практической надобности в поясе не было. Но в таком случае его надевали под сарафан, на рубаху или даже на голое тело. Объясняется это тем, что пояс в народных верованиях – символ дороги, пути через мифические реальные преграды, так же, как и нитка пряжа волокной веревка. Пояс, как часть одежды человека, принимающую форму круга, часто употреблялся в качестве оберега, магического объекта, способствующего благополучию и удаче того, кто его носит. Без пояса ходить грех говорилось в народе. По русским поверьям, ходить без пояса было так же грешно, как и без креста. В русском фольклоре без креста, без пояса появляются отрицательные герои. Снятие пояса обозначало приобщение к потустороннему миру, нечистой силе. Слово «распоясаться» ведет свое происхождение оттуда из глубины столетий. Оно обозначает вести себя неправильно. Каждый уважающий себя русский человек не позволял себе ходить, распоясанным даже в избе. Считалось, что подпоясанного человека и без боится, его не тронет ни домовой, ни леший. В быту русских крестьян пояс в XIX веке признавался оберегом, с чем связаны и опоясывания новорожденного во время крещения. Родившийся человек получал своего рода талисман, который сопровождал его всю жизнь. С помощью пояса устанавливается связь между своим и чужим пространствами, старым домом и новым домом. Так при переходе в новый дом хозяин входил первым и втягивал за пояс всех членов семьи. Молодая, входя в дом мужа после венчания, бросала пояс на печь. Вид узорного ткачества называют бранным от слова «брать» – «набирать». Пояса со словесами ткались больше в XIX-XX веках со словами молитвы, со словами посвящения на дарственных поясах, на выполненных по заказу с указанием тому, кому принадлежит пояс, или с именем мастерицы. Нередко неграмотная ткачиха на поясе набирала буквы безо всякого смысла и даже в перевернутом виде, а позднее – словосочетание из газет. Кисти считались душой пояса, его украшением. Чем уже и скромнее был сам пояс, тем богаче и ярче делались кисти. Для создания кистей использовали бисер, бусинки, конский волос. Их делали в несколько ярусов, многослойными в виде гроздев из множества мелких помпонов. Раньше пояса умела ткать каждая женщина. К примеру, перед свадьбой невеста одаривала ими всю родню, свою и женихову. Поэтому девушка начинала готовить себе приданное уже с 11-12 лет. А учились ткать пояса девочки еще раньше, уже в 6-7 лет. Чтобы выткать пояс 150 ниток шириною, надо было научиться считать до 150. Кроме того, нужно было научиться выполнять арифметические действия, а чтобы узор получился правильным, требовалось усвоить законы симметрии. Вот и училась девочка не за школьной партой, а за ткацким станком. И, конечно же, каждая девушка стремилась выткать самый красивый пояс, какого еще не было у подруг. Сегодня овладеть ткацким мастерством может каждый желающий. Нам доступно огромное разнообразие пряжи. Ткацкие рамки, круги, дощечки, бедрышки без труда можно найти в магазинах и в интернете. Также их можно изготовить самостоятельно. Ткачество развивает огромное множество полезных качеств человека, а также активизирует моторику рук, которая неразрывно связана с множеством функций работы мозга. В наши дни растет интерес к изделиям ручной работы, потому что люди устали от штампованных заводских изделий. Ведь в каждую вещь, изготовленную мастером или мастерицей, вложены частички тепла и души. А для желающих овладеть мастерством ручного ткачества или изучить его историю более подробно, мы предлагаем ознакомиться со списком литературы по этой теме. Продолжение следует...